В России кривая заболеваемости коронавирусной инфекции уже, наверное, четвертую неделю, а может быть больше, идет вверх. Такая тенденция сохраняется во всех федеральных округах и в Самарской области, конечно же, тоже. На днях мы зафиксировали в стране новый печальный антирекорд, предельный максимальный уровень смертности. О ситуации на ковидном фронте в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». И сегодня к нам в студию наконец-то пришел человек, которого мы очень долго ждали. Это Елена Стрибкова, главный внештатный инфекционист Минздрава Самарской области. Здравствуйте, Елена Алексеевна. Добрый вечер. И я думаю, что у вас тоже к Елене Алексеевне есть много вопросов, как и у меня. 202.11.22. Мы работаем в прямом эфире. Не откладывайте вопрос на последние минуты эфира. Обидно всегда бывает, когда просто не успеваем ответить. Елена Алексеевна, вот знаменитый на всю страну Денис Проценко, главный врач коммунарки на днях, заявил такую вещь, что развитие ситуации с распространением ковид-19 не поддается точной оценке. Я вас, собственно, не прошу расшифровать, что он имел в виду, но пугаться ли нам, вышла ли ситуация из-под контроля? Вы знаете, ну ситуация, конечно, из-под контроля пока она не вышла. Пока. И мы с вами вместе можем сделать так, чтобы она действительно не вышла из-под контроля. Но надо сказать, что система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Все вы помните осень прошлого года, когда большое количество заболевших, мы разворачивали койки. Так вот, если сравнить прошлую осень-зиму с нынешней, то сейчас мы уже развернули больше, чем на полторы тысячи койк, больше, чем в тот пиковый сезон. Это говорит, конечно, о том, и цифры заболеваемости, я думаю, вы видите. Прошлые цифры, это было 330 максимально. Которые нас очень пугали. Да, а сейчас мы говорим с вами о том, что это больше 700. То есть больше, чем в два раза официальная статистика дает нам больных пациентов в день. Ну, на сегодняшний день, то есть в Самарской области вообще что? На сегодняшний день в Самарской области ситуация следующая. Мы видим, что у нас высокая заболеваемость, то есть большое количество зараженных каждый день. На наших госпитальных койках находится порядка 7 тысяч пациентов. В настоящее время. В настоящее время 24 тысячи пациентов лечатся на дому. И это пациенты именно с коронавирусной инфекцией. Но мы отмечаем и беспрецедентный рост сейчас вирусных инфекций, так называемых обычных ОРЗ, острых респираторных вирусных инфекций. Это тоже очень значительный рост. И еще порядка 25-27 тысяч находятся с такими диагнозами, с диагнозом не больничная пневмония. Они тоже находятся на лечении. Всего, если мы с вами посчитаем, у нас количество людей, которые сейчас находятся на лечении, это более 50 тысяч человек в Самарской области. Это небывалая нагрузка на медицинскую систему. И такой действительно не было никогда. Но, тем не менее, мы контролируем ситуацию и ежечасно, и ежедневно. То есть вот сейчас вечером, в 7 вечера, как правило, будет проводиться нашим министром совещание. Мы будем считать койки, которые у нас остались на ночь. Мы будем считать количество вызовов скорой помощи, которые до сих пор висит, и они поедут к своим пациентам. И таким образом, ежедневно, ежечасно мы проводим эту работу. То есть сейчас с этого эфира вы поедете на совещание? Да. Давайте на звонок ответим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Я второй день вызывала врача, у меня температура 38, и ко мне не приходит врач. Куда мне обратиться? Куда мне бежать? Скажите, какая поликлиника у вас? Поликлиника Челюскинцев. То есть вы звонили в регистратуру, вызов у вас приняли? Я звонила и в регистратуру. Сегодня муж хотел нам, это, на Мичурина тоже записался. Я до сих пор врача нету. А фамилию свою назовете? Назову. Лобина. Спасибо, да, за вопрос. Елена Алексеевна, я думаю, что это не единичный, наверное, случай, да? И понятно, почему, но что делать в этой ситуации? Ну, первое, это пациентам действительно необходимо дозвониться и зафиксировать вызов врача на дом, потому что главное правило, наверное, сейчас это не идти куда-то, не разносить инфекцию везде, а именно ждать доктора дома. Но, к сожалению, могу сказать, такие случаи, о которых говорит наша зрительница, они есть. Почему? Потому что я называла цифры пациентов, которые у нас находятся на лечении. Естественно, система медицинская, она не бесконечна, она не может размножаться в огромных количествах. И есть задержки, мы не отрицаем этого. Но все равно к пациенту доктор придет, как бы то ни было. У нас вызовы теперь обслуживаются до 10-11 вечера. Вот как раз на примере той поликлиники, о которой говорит наша зрительница, сейчас сделана реорганизация. Что получилось? Ведь наши многие жители жалуются еще на то, что они идут в поликлиники, не могут понять, куда им заходить, где какие входы, где температурящие больные, куда им надо зайти. Поэтому в рамках 4-й горбольницы, о поликлинике, о которой идет речь, сейчас проведена реорганизация. То есть в тех поликлиниках, в которых у нас сейчас есть несколько зданий, мы выделили отдельные здания для того, чтобы никого не смешивать друг с другом. И вот поликлиника горбольницы номер 4, та, которая на Мичурино, она будет полностью предназначена для пациентов с температурящих и либо с уже подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. То здание, которое находится на Челюскинцев, будет отдано для других пациентов с другими проблемами. Сердечно-сосудистой системой и так далее. Конечно, количество вызовов, которые каждый день регистрируются на скорой помощи, в неотложной помощи, оно очень велико. Но, тем не менее, основное правило, все равно, это надо сейчас на данный момент находиться дома. При высокой температуре можно выпить таблетку парацетамола, снизить температуру. И все-таки доктор дождаться, он обязательно придет. Еще один звонок есть у нас, да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я инвалид второй группы по общему заболеванию, но есть подозрения на онкологию. Можно ли сделать на данный момент прививку? Спасибо за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Онкологическое заболевание не является препятствием к вакцинации. Наоборот, это уязвимая группа как раз для коронавирусной инфекции. Поэтому, в данном случае, если вам не предстоит какая-то операция по поводу онкологии, либо вы на данный момент не проходите курс химиотерапии, то вакцинация возможна. Елена Алексеевна, про вирус. Ну, мы знаем, что появились новые штаммы, например, по сравнению с прошлым годом. Но год назад же даже среди медиков были разговоры о том, что вирулентность вируса со временем будет падать, и, ну, все равно потихоньку как-то все это наступит нам счастье. Счастье не наступило. Что на сегодняшний день с ним? Он стал агрессивнее, непредсказуемее. Как ведет себя коронавирус? Вы знаете, да, как правило, вирусы, и мы основывались это на изучении вспышек коронавируса в начале 21 века, как правило, он наступает, затем проходит какой-то пик и исчезает практически. То есть с коронавирусом этим такого не произошло. В этом его отличие, наверное, поэтому и возникла пандемия, потому что это другой вирус совсем. Что касается сравнения с прошлым годом, да, безусловно, заразность вируса стала гораздо выше. Если раньше могли быть такие ситуации, один человек заболел даже в семье, второй не болеет, ребенок не болеет. Сейчас мы видим, что болеет вся семья. Старшие, средние поколения болеют, дети. И вирус стал гораздо более злостным, скажем так. Почему? Потому что если в прошлую волну не болели, скажем так, дети вообще, а в эту волну они болеют, они болеют тяжело, они лежат в стационарах. И не только болеют, да? И не только болеют, к сожалению. Молодежь, которая в прошлом, скажем так, в прошлую волну достаточно легко тоже переносила эту инфекцию. Сейчас мы видим, что и молодежь тоже погибает. Поэтому, скажем так, не только заразность его, но и более, скажем так, его агрессивность, она стала на порядок выше. Алло, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот инвалид второй группы колясочник. Я прививалась в феврале месяца, 25 февраля. Вторую прививку делала. Мне сейчас вот надо прививаться или нет? И когда? И какую лучше сделать прививку? Отличный вопрос. Спасибо. Значит, смотрите. Как правило, срок вакцинации, по официальным данным, он расценивается как год. То есть в течение года. Но, тем не менее, мы видим сейчас, что когда проходит по истечении 8-9 месяцев, естественно, мы уже понимаем, что те защитные силы, которые дала нам первая прививка, они иссякают, и защитных свойств вакцины становится меньше. Поэтому, если к вам, тем более вы сидите, ну, скажем так, в помещении, к вам приходят другие люди, которые, ну, статус их может быть неизвестен. Допустим, кто-то вам принесет продукты, и неизвестно, с ними он может принести, к сожалению, коронавирус. Поэтому, конечно, вам надо повторно провести вакцинацию. А какой вакцины ограничений у нас нет? А та вакцинация, которая идет второй раз, любой вакцины, той, которая есть сейчас в наличии, вы можете, соответственно, провести повторную вакцинацию. Единственное ограничение, которое сейчас есть у наших вакцин, пожалуй, это острое состояние. То есть если ты болеешь, но у тебя насморк, кашель, то не надо, конечно, прививаться. И второй момент, по некоторым вакцинам есть ограничения, сохранились еще по возрасту. Вот других вот таких больших ограничений сейчас не существует. Уже практически закончены клинические исследования, и мы достаточно скоро сейчас начнем прививать подростков от 12 лет. То есть это действительно так? Это действительно так, да. Сейчас закончится проведение необходимых исследований, документы будут поданы на регистрацию этого возраста для вакцинации, и подростков мы начнем прививать. Еще звонок Алло, здравствуйте. Слушаем вас, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас вот шестая телеклиника, она была раньше девятая, медсанчательная советская армия. Вот она сейчас на ремонте, такой всплеск заболеваемости, и поликлинику закрыли, ну, практически закрыли на ремонт. Телефон никто не взял в течение трех суток, у меня была температура. Даже нет возможности спросить, где взять мазок хотя бы у меня, или что-то делать. И в нас в квартире, вы сами понимаете, в каком я состоянии находилась. Слава Богу, что партнер помог, ну, и вроде бы это оказалось, ну, типа вирусное, наверное, что-то. Я немножко подхватила, попила таблетки. Почему не берут трубку в шестой поликлинике? Да, спасибо за вопрос. Отвечайте за весь Минздрав, Елена Алексеевна. К сожалению, я не смогу в данном случае, наверное, ответить, почему не отвечает конкретный телефон. Но если вы оставите свои данные, то, соответственно, конечно, мы выясним, просто, может быть, тот телефон, по которому вы звоните, он уже не актуален на данный момент, тем более, если здание закрылось. Можете оставить свой номер телефона, если вы уже повесили трубку, еще раз просто перезвоните нашему оператору и скажите, что нужно записать ваш номер, если этого еще не сделали. Вот сейчас как раз и вы говорили, что идет большой подъем ОРВИ, и телезрительница звонила, сказала, слава богу, все закончилось парацетамолом. Но я читала информацию, что большой всплеск летальности происходит еще и от того, что люди ожидают, собственно, у себя, конечно, ОРВИ и лечатся дома сами. Вот здесь какой-то замкнутый круг. С одной стороны, мы привыкли от ОРВИ, наверное, лечиться самостоятельно. Так примерно знаем, как это делается. То есть мы не обращаемся, но это опасно, поскольку это может быть не ОРВИ. А с другой стороны, если это ОРВИ, то зачем перегружать сейчас бедных докторов, которые просто с ног валятся от ковида? Что делать в этой ситуации? А вы знаете, ну, наверное, я сформулирую таким образом. Основным критерием, который сейчас должен обращать на себя внимание, вот самочувствие человека, это все-таки температура. Если вы чувствуете себя, ну, у вас есть насморк, кашель, есть температура 37,2, ну, наверное, день-два можно подождать и не вызывать к себе врача. Но если вы видите, что у вас температура 38, и у вас мышечные боли, болит голова, у вас появилось чувство какое-то неприятное ощущение в грудной клетке, то, естественно, конечно, надо врача вызывать. И медлить здесь не надо абсолютно. Почему? Мы сейчас говорим о том, что мы впервые, наверное, за вот эту ковидную историю сталкиваемся с молниеносным течением ковида, когда речь идет о том, что ковид не как раньше развивается в течение 10-14 дней, то есть вот такой у него был длительный период болезни, а все заболевание протекает стремительно в течение 3-5 дней. Поэтому если у вас высокая температура, а именно 38 и выше, либо если у вас есть сопутствующие патологии, такая как сахарный диабет, какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, вы старше 60 лет, да, надо тоже обращаться к врачу, потому что здесь станет вопрос о госпитализации. Еще один звонок, послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, есть звонок у нас? Слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела обратиться к врачу. У меня диагноз стоит ревматическая полимеангия, и я принимаю вместе с практикой 2 года уже гормональный препарат. Возможно ли мне прививки? Говорят, что нет. Спасибо. Вы знаете, здесь также ответ должен быть для конкретного человека, потому что надо знать стадию заболевания, какой степени активности, какое количество таблеток. Я думаю, что здесь также, наверное, в эфире не буду давать какие-то советы, и только конкретно вот этой жительнице мы можем ответить уже в личных сообщениях. Поэтому... Если доктор ее, видимо, я так понимаю, лечащий сказал, что нельзя, а человек сомневается, то вот посоветуйте тогда, куда ей, кому, как обратиться? Вы знаете, нет, пусть она оставит свой вопрос, мы ответим. Почему? Просто при разговоре, когда мы будем спрашивать, ей необходимо просто знать также свои анализы и определенные, которые будут говорить об активности процесса. Если процесс очень активный, то тогда мы действуем таким образом. Это касается не только данного случая. Сначала мы снимаем обострение, после этого все равно человек вакцинируется. Ну, поэтому вы можете за эфиром оставить свой номер телефона, и Елена Алексеевна вернется к вам. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы вот хотела сказать о работе 15-й поликлиники и докторов 15-й поликлиники. Ну, во-первых, вот заболела я сама сначала. Вот, врача... Ну, правда, я не очень долго ждала врача. Пришел врач быстро. Ну, там большая со мной история. Ну, ладно, мне 54 года, не выжила. Я живая пока, слава богу, выписали из госпиталя ветеранов. Тут меня выписали из госпиталя ветеранов. Заболел сын. Прививался он у меня в июле месяце. И вот заболел ковидом. Двойную прививку делал, заболел. 39 температуры, 3 дня дождаться врача в 15-й поликлинике не могли. Вот. Тут уже меня выписали из госпиталя ветеранов. И я чуть живая. Значит, рванула в эту 15-ю поликлинику, извиняюсь. Обошла все кабинеты. Ну, в общем, хочу сказать, я неделю добивалась, чтобы к моему сыну пришел доктор. Все это время он лежал. 31 год ему. Он лежал без лечения. Живут одни, значит, жена у него и 8-месячный ребенок. Естественно, заражается жена, которая кормит грудью. И самое страшное, что заражается у нас 8-месячный ребенок. Вот. Жена у нас сотрудник МВД. То есть она прикреплена к своей поликлинике. Там у них полисов нет. Но так как она заболела, у нас дом маленький такой ребятеночек, мы вызываем врача быстрее из 15-й поликлиники по месту проживания. Врача мы добиться не могли так же и для нее. Дальше уже заболевает ребенок. К ребенку прибежали сразу с детской поликлиники. Ничего не могу сказать. Взяли мазок. Все определили. Потом пришли к ней, взяли мазок. Значит, у ребенка уже готовый 8-месячного мазок. Подтвержденный ковид. У мамочки мазка мы дождаться не можем. Ни мазка, ни крови, ничего мы дождаться не можем. Врач тоже не идет. Тут лечат ребенка, значит. Мы пытаемся добиться, какой же все-таки мазок у мамы. На сегодняшний день какая ситуация? Через неделю. Ситуация такая, что, значит, мама кашляет, у нее температура. В 15-й поликлинике сын идет, требует, чтобы ей дали КТ. У нас сзади лучевой центр коммерческий. Ей дают, значит, направление от 15-й поликлиники. Она идет туда в пятницу. Ее не принимают там. Потому что, говорит, произошел технический сборь, и мы ее просто на очередь не записали. Вы приходите в понедельник. Я туда звоню, говорю, это время теряется. А у нас 8-месячный ребенок. Я понимаю, простите, пожалуйста, что перебиваю вас. Ее не принимают опять, понимаете? Простите, мы поняли, извините, что перебиваю. Просто, к сожалению, эфирное время идет. Будьте добры, оставьте тоже, пожалуйста, за эфиром свой номер телефона. Потому что сейчас, ну, собственно, в эфире мы на этот вопрос ответить вам точно не сможем. Спасибо большое за звонок. Давайте сейчас, прям на несколько секундочек прервемся, узнаем новости, которые произошли в медицине региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. А затем продолжим разговор. В Самарскую область приехали 20 новых машин скорой помощи. Спецавтомобили будут работать в 9 районах. Каждый автомобиль оснащен необходимым оборудованием, в том числе кислородом. В регионе начали работу пункты вакцинации от коронавируса для иностранных граждан. Привиться вакциной «Спутник Лайт» можно за счет личных средств или средств работодателя. При себе необходим паспорт. 15 октября на фудкортах региона появятся зоны COVID-free. Для посещения нужно предъявить QR-код о прививке или справку о перенесенном заболевании. Другие заведения общепита будут работать при заполненности на 50%. Пандемия коронавируса привела к росту нагрузки на сотрудников скорой помощи. Это коснулось и работников контактного центра. На помощь коллегам пришли студенты Самарского медицинского колледжа. Их задача не просто отвечать на телефонные звонки, а в программе заносить определенные данные со знанием медицинской науки. В Самарской городской больнице номер 7 идет подготовка центра амбулаторной онкологической помощи. В настоящее время в помещении идут ремонтные работы, замена окон, утепление фасада. Всего в регионе в рамках нацпроекта планируют открыть 12 таких центров. Это программа «Звоните доктору». Сегодня главный врач нашей скорой телевизионной помощи Елена Стребкова, главный внештатный специалист Минздрава, инфекционист, еще не сказала Минздрава Самарской области 202-11-22. У нас есть еще немножко времени эфирного. Можете успеть дозвониться, если у вас есть вопросы. Елена Алексеевна, мы, наверное, с декабря или с января прошлого года начали вакцинироваться, если я помню. Вакцины поступили где-то в это время. И, честно говоря, цифры вроде бы и немаленькие у нас вакцинированных. То есть почему все-таки вот эта иммунная прослойка не создается еще пока? Вы знаете, ну цифры необходимы, те, которые необходимы, это 80% населения. Сейчас одна треть примерно, да? Сейчас мы говорим о том, что от того, кого мы должны привить, мы привили почти 60%. Но, тем не менее, 80% населения еще это очень большая работа, которую нам предстоит сделать. Представьте, 340 тысяч пожилых людей до сих пор не привиты. О чем это говорит? Это говорит о том, что это самые уязвимые сейчас наши группы. Мы знаем о том, что, к сожалению, именно этих людей мы теряем, если они заболевают ковидом. Они до сих пор не привиты. И зачастую происходит ужасная история, когда эти люди соглашаются, мы готовим свои силы выехать к ним, привить их дома, на месте, в населенных пунктах, назначаем на понедельник. А в понедельник они звонят и отказываются. Почему? Потому что в выходные приходили молодые родственники, которые им сказали, что прививаться абсолютно не надо. Но потом мне хотелось бы очень посмотреть в глаза этих родственников, когда их бабушки, дедушки попадают к нам в больницу, и иногда мы не можем их спасти. И особенно, когда они сами принесли эту инфекцию своим родственникам. Еще звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот консультации русским специалистам по направлению почему-то отменили, а оплаты консультации остались. Чем разница? Спасибо. Это не ко мне вопрос. Дело в том, что, понимаете, когда возникает такая ситуация, да, мы ограничиваем специализированную помощь. Почему? Да потому что просто-напросто для лечения всех тех пациентов, которые попадают в ковидные госпитали, мы вынуждены призывать наших врачей, которые работают на узких специальностях. И мы призываем их к ковидным госпиталям лечить тех пациентов, которые заболели. И если мы с вами все вместе снова вернемся к вопросу о вакцинации, что нам это даст? Это даст нам всю ту же специализированную помощь. Специалисты вернутся на свои места. Система перестанет работать с напряжением. Сейчас 40% всех коек Самарской области, всех абсолютно заняты ковидом. Ведь это означает, что мы отказались и от многих плановых видов помощи сейчас. И только переломив ситуацию и перестав болеть, а это мы можем сделать только с помощью вакцинации и соблюдения санитарных норм, только тогда мы сможем с вами вернуться вот к тому порядку, к которому мы привыкли. Есть звонок, да, еще? Да, слушаем, Алё, здравствуйте. Не дождался человек. Хорошо, перезванивайте. Елена Алексеевна, вот я, честно говоря, вижу каждый день в огромном количестве, во всех регионах, обращение медиков к людям вакцинироваться, просьба вакцинироваться. И медики пишут, что вот демократия и прививки – это неправильно. Вернее, демократия в прививках. И что нужно сделать прививку обязательной. Ну, мы что, мы не слышим, вообще что происходит? Вы знаете, ну, здесь есть много факторов. Могу назвать вот сегодняшний случай. Сегодня с утра мы пошли в отделение нашей больницы и смотрели молодого человека, ему 44 года, он болеет коронавирусом, у него 50-процентное поражение легких. Его супруга умерла в понедельник от коронавируса. И когда мы его спросили, почему же все-таки вы не вакцинировались, ответ был такой, я не думал, что затронет меня. Вот, но тем не менее, я хочу сказать, это затронет каждого, каждого и каждую семью. И только провакцинировавшись, мы с вами сможем эту эпидемию остановить. Посмотрите, наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уже объявил о том, что если дальше такая же ситуация будет продолжаться, Самарская область станет перед локдауном. Это означает, что снова на неопределенный срок будет закрыто все. И мы с вами уйдем в свои квартиры, будем выходить только по мере очень острой необходимости. Это действительно стоит так. У нас какое-то отношение к этому, что ковид где-то там, за бугром, а вот я живую и существую, как я хочу, так я и буду жить и существовать. На самом деле это абсолютно неправильно. Каждый должен понимать. Во-первых, я сам могу быть источником инфекции для своих близких. И во-вторых, я могу умереть. Это действительно так сейчас. Для того, чтобы это не произошло, надо вакцинироваться. Есть звонок у нас или есть? Да, последний примем. Алло, здравствуйте. Можно, да? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня болел сильно муж. Лежал 9 дней. 9 дней. Вызвали скорую помощь, она приехала только на следующий день. Никуда его не повезли. Сделали кота, у него 5% поражения было. Ему 75 лет. Вызвали еще раз скорую помощь. Его отвезли в 4-ю больницу. У него было 40 температур. Но врач из скорой помощи сделал ему укол. У него снизился. Скажите, пожалуйста, в чем вопрос? Вы можете не успеть его задать. В чем вопрос? Вы отправили обратно домой. Домой. Так. Оставьте, пожалуйста, тоже сегодня уже в который раз прошу. Оставьте, пожалуйста, за эфиром. Перезвоните еще раз нашему оператору. Оставьте свой телефон, фамилию. Мы попробуем через Минздрав каким-то образом что-то выяснить. У нас осталось буквально прям чуть-чуть. Елена Алексеевна, еще опять вот бедные доктора, которые падают на вот этом ковидном фронте. И мы, которые не желаем надеть маску. Вот элементарная степень защиты. В двух словах, если можно. Вы знаете, наверное, надо просто задуматься о том, что нам предстоит, если мы с вами не будем выполнять все те требования, которые сейчас к нам предъявляют. Ведь надеть маску – это совсем несложно. А сделать вакцину тоже несложно. При этом ты останешься живым, ты не заразишь своих родственников и не заразишь своих детей. Поэтому вот надо взвесить на этих весах. Либо я хожу без маски и продолжаю заражать всех окружающих. Либо многоточие. Спасибо, Елена Алексеевна, за информацию. Прощаемся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова